Дмитрий Вовк, председатель той самой национальной комиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг. У нас сегодня в студии. Добрый вечер. Добрый вечер. Сегодня в фейсбуке вы у себя написали, «Найважливейшее решение для забезпечения прозорости, безопасности, конкуренции рынка газу даёт возможность принимать сбалансированные решения для споживача, державы и участников рынка». Для державы и участников рынка, мне, например, заразумило. А для потребителя? Для споживача это очень важное решение. Чему? Раньше мы все платили за газ в целом, и до никакого споживача, с кем я общался, не доходила информация, сколько идет нафтогазу, сколько идет укртрансгазу, облгазу, постачальнику. То есть платили за все вместе один котел. Задание нашей комиссии сделать платежку прозорую, с понимаемой, поддержкой конкуренции. При этом, чтобы у каждого споживача было безопасное, надежное газопостачание. Что мы делаем для этого? А что потребитель? У него есть какой-то выбор в этом всем? Конечно. У споживача есть два товара, две вещи, которые он должен покупать для того, чтобы отримать газ. У него есть газ как товар, он имеет отдельную продажу. Это 87% платежки. Этот товар комиссия не регулирует. Это або решение уряда, або рынок. Есть отдельно 13%, которые комиссия регулирует. Это природные монополии. Облгаз, Укртрансгаз. Наше задание разделить их, потому что они имеют разные природы. Обсяг спожитого газа на цену – это сколько вы спожили. И отдельно обеспечить стабильную деятельность работы газопостачания. Прекрасно. Бабушка получила платежку. Да какая там бабушка? Я ее получила. Вы мою цифру, которую я платила ежемесячно, разделили на две части. Так. Мне от этого должно стать легче? Конечно. Потому что вы теперь не залежите от своего предприятия облгаза. Вы теперь можете свободно выбирать себе любого другого поставщика. Простою мовою. Простите, Дмитрий, я живу на 11 этаже 15 этажного дома. Я себе квартиру подключу. Это не проблема. Вам не нужно подводить новую трубу. Она будет той самой, но теперь вы сможете выбирать другого поставщика газа. Иншого поставщика газа. Вы должны понимать, что есть две вещи. Первое – доставить к вам газ. Я это все прекрасно понимаю. Это достаточно. Або простой мовою, есть таксист, который вас ожидает. И всегда готовы вас подвезти. Або в великую кишень, або в АТБ. Прекрасно. Спасибо за аллегорию. Но как я буду, кроме облгаза, у меня какие варианты? У меня облгаза есть природная монополия. Его завдание, чтобы вы когда выкали... А как же я, как потребитель, буду выбирать себе поставщика? Подождите. Наше завдание – створить умовы для конкуренции. Мы их створим и делаем тарифы прозором. А только что сказали, что у нас есть монополист на рынке. Еще раз. У вас есть монополист, который имеет завдание всегда обеспечить возможность отримать газ. Есть поставщик газа, который вам продает газ. Это разные вещи. Газ, как товар. И возможность отримать с трубы. Для того, чтобы труба всегда была... Давайте вернемся в мою квартиру. Так, слушай вас. Ко мне пришла платежка. Что я могу сделать? Вот мне не понравилась цена, которую мне предложили. Куда мне звонить? Где варианты поставщиков, если вы только что сказали, что у нас монополия? Что дает для потребителей эта новая позиция? Дополнительная ячейка в табличке платежки. Еще раз поясню вам. У вас есть мобильный телефон. Я достану. Мобильный телефон. Вы купили мобильный телефон. И можете изменять своих операторов. У вас есть возможность... Так. ...мать телефон, и вы за него заплатили. Вы его раз от времени меняете. Раз на 5 лет, например. Но он у вас есть. У вас есть возможность отдельно изменять оператора. Наше задание – это разделить. Не продавать вам всегда все одним пакетом. Телефон. Я вас поняла. Та оператора. А разделить это. Это две разные вещи. После того, как я получу платежку с двумя ячейками, рынок обретет возможность родить новых игроков. Новых игроков. И менять своих операторов. Не МТС, а кто-то другой. Мы тогда не будем уходить в природу рынка, если честно. Хотя тоже, знаете, такое спорное. Окей. А мы с вами поговорили об этой второй ячейке. А что касается самой стоимости газа, который… Вот мы сейчас все расслабились, зиму перезимовали. Летом у нас тепло. В сентябре у нас опять тыдыщ. Все в шоке. С этой зоной ответственности вы как-то планируете работать? Еще раз хочу вам показать. Раньше мы платили за все за разом. Мы сейчас отделяем. Есть газ как товар. Это 87% вашего рахунка. Он регулируется або Кабинетом министров Украины, або рынком. И это не комиссия. Есть 13%. Это лицензиаты, которых регулирует комиссия. За каждую копейку готова заведевать. Что вкладано в этих тарифах? Это Облгаз и Укртрансгаз. Вот эта речь имеет другую природу. Я вас услышала. Газ как товар, который выживает. Я вас услышала. К сожалению, нечем нам пока друг друга успокоить. Но будем надеяться, что действительно надежда есть. Вообще, в принципе, есть, кстати, шанс, что газ подешевеет. Цена на газ, на мою думку, будет уменьшиваться, если отбудется от окремления. Потому что сейчас вы полностью залежите от своего единого поставщика. Ну, там вы сказали, что 13% в 13%. Если вы отделите, окременно будете платить за послуги с распределения или транспортирования. И будет конкуренция на рынке природного газа, цены будут, естественно, уменьшиваться. Ну, в районе этих 13%. Нет. Эти 87% могут стать 75% или 70%. Хорошо, спасибо большое. Дмитрий Вовк, глава НКРЕ, был в студии подробностей. Рассказал нам о перспективах улучшения нашей жизни после получения новых платежек. Спасибо большое.